Прекрасно! Продолжение следует... 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 И сразу, сразу, как я могла забыть, отлинись вокруг себя, как я могла забыть, отлинись вокруг себя, как я могла забыть, значит все, вот и ты к другому попался. Да, и тогда, это немножко свет, и нет, надо разворачиваться, чтобы вы видите, ребята, мы хотим, чтобы приедуться сегодня, как-то вообще явился таким для меня стимулом, потому что у меня еще есть любимое чувство, что у нас сейчас будет подойдет к месту, в смысле жизненной голосовки, про Бома Чучков, и про нашу жизнь, вот про нашу жизнь. Вот реально такая вот жизнь, она как бы не связана с историческими периодами жизни, она связана с историческими и методамными жизнями. На логу, что я не тащила, но тащила швейджа, две снегицы, две, две объемные жизнями. Пожалуйста, вот это роман жизни и смерти самых новых новых, на которые вы предлагали, ну, как сказать, гипертические сочинения. Поэтому тут, конечно, видят, спору, что не говорили бы на каждом сцене, но некоторые сосуды, которые не говорят, и пошли туда до 10 лет, потому что там был шнурок, и эти дороги были в порядке. Я не знаю, да, я не знаю, пожалуйста. Ну, вот, с усудом, это конечно, да, это не интересно. Ну, ведь вы тут говорили, что девушек у меня нет опасений. Ну, ведь и мужчины нет опасений. Ну, так вот, калачички. И представляется, вот, наверное, я соглашусь. Слушай, на уроку, вы с усудом, я Александр Гриевич об этом говорили сегодня, что-то все же за защищено. В результате находит выход. И эти дороги могут жить даже в стаблодатных формах. Просто реально в стаблодатных формах. Но ведь это же немыслимо, когда маленькие дети для святки слов употребляют мотивные выражения. Поэтому, конечно, надо ее больше. Ну, вот это все из тебя. Прибегнуть. Ну, можно выделить, что-то. СМЕХ Вы знаете, разговор о матче у меня вызывает два субинания. О, прекрасный. Вот. И, кстати, даже я буду лишь субинания не обязательно могу это употреблять. Ну, совсем рядом. Я был, наверное, в классе в третьем, когда я сумел, просочиться в страшно такой закрытый клуб, значит, юно-дискуссовое время, где-то в ровременах под этой главной лестницей. И однажды я вас дал на занятия. И занятия по каких-то двух вариантах. Либо группу уводила мою сумочку по потрясающим, невероятно, переделой Халмутровым, когда-то был в зале, либо мы сидели, значит, там вывезли на новое ощущение и на сцене чуть-чуть смотрели. И я на циклочках пробираюсь, значит, куда-то, я попозрел, я не знаю, не нашли, и не попозрели, и слушаю разговор. И там сидели, где-то, 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 где-то. Ну, удивительно, как-то, где-то одевались так, как не одевался никто. Там дарли, была лоста Крифсен Морана, единственный, значит, модельер. А вот. Во-вторых, они почему-то курили беломор. Это был какой-то особый шик. А в-третьих, был блестящий русский язык. Это было что-то невероятное. Но периодически были вкрапления маты. И я заслушался, я еще наполовину занятия пропустил, а они, естественно, никаких детей не было. И взяли вдвоем общались. И вдруг, вот, знаете, так, раз, какие-то две минуты, настолько точно звучало какое-то определение, я был в абсолютном восторге. Это было очень здорово и точно. И это вот не случайное слово. А вторая история, это когда я заканчивал школу. Это был, по-моему, 94-й год. И нам очень повезло. Тогда в школу приходили удивительные люди, которые, ну, трудно было с работой. И вот у нас, например, новый предмет, мировая художественная культура, преподавал там режиссер Юсуповского театра, грузин, Георгий Ракович Кирашвили, с таким русским языком, который очень редко где можно встретить. А русский литературу преподавал замечательный человек, который закончил журфа. И он как-то с нами очень по-товарищески общался. Я не помню, в каком-то разговоре мне, слушай, почитай Лимонова. Я взял прозу Лимонова, ну, из ранней, разумеется. И вот как там к месту вся эта лексика, которую мы сегодня вспоминаем. Невозможно, если убрать это из прозы Лимонова, укрощение тигров Парижа. Да это кастрированное произведение. Поэтому здесь я понимаю, что в определенный момент я точно совершенно и своим детям посоветую. Потому что в этой литературе без этого невозможно. И это очень точно. Вот. Я просто говорю, что он не нуждается ни в какой защите, потому что он обладает такой энергией, что сразу решит убеждить тебя с одного слова, с одного разговора. И всякий раз так, когда это хорошо звучит, оно так и останется там, где надо, найдет свою пушку. Витя, я могу сказать, почему нуждается. То есть скажу, почему нуждается не в прямую, а про атмосферу. Мне кажется, Александр Куприенко что-то затронуло вот тем процесс, который сейчас происходит. А я, как человек, который 10 лет уже сидит в этом ящике и сталкивается с тем, что происходит на телеке, я могу сказать, что за 10 лет люди, которые приходят к нам, революционировали в следующую сторону. Вот если там, условно, 10 лет назад они приходили, но более с расправленными крыльями. А вообще не спрашивают про запрет. То есть сегодня они на старте спрашивают. Ну, об этом-то не надо. Я-то безотносительно даже политики, не политики. Они, в принципе, стали гораздо более зажаты. У нас количество вот этих запретов самых разных, оно летит. И в этом смысле, мне кажется, ну, касательно мата. Ну и раньше никто не стремился, например, в большом общественном пространстве там прийти и начать сыпать. Нет. Но вот это ощущение-то было другим немножко. Мне кажется, в детских книжках этого не было. А во взрослых, если и было, то к месту. А не к месту, так, значит, бездарный человек. Вот и все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Что так называемое антицензурное правило входит в уголовные кодексы большинства стран мира. Даже в ремеское правило. А вот, собственно, использование выражений с целью экспрессии оно все мирно в нашем законодательстве. И так нечто нарушающее правила приличия, что заставляет нас ханжески там подписывать кадры и упаковывать книги «Полителен» по-динему мнению права продавать не единые книги, содержащие нас названное слово «Несло». Вот. Довлатов продается. Ну, Довлатов уже есть. Вот есть. Ну, мы тут. Учитывайте сейчас что-то нарушение. Да, вот вы хотели. Да. Я хочу рассказать, надо бы уже простую речь, что на самом деле ведь мы живем в культурно-языковой ситуации, где последняя, проверенная, чистая, со снятым пафсом вся любовная лексика, вся материна. Все попытки заменить в любовной лексике матерные слова это всегда либо франжество, либо особая такая вот куртуазная, немного слащавая и очень примитивная игра, не имеющая в сущности никакой художественной ценности или отсылающая нас в очень короткий период в новой истории, а именно в периоды с начала 19-го до конца 19-го века, до 80-х годов, где-то 19-го века, в том, что в 18-е веке русская любовная лексика была помненьким матерной, в том числе обиходной и в самых высоких социальных кругах в частности. И это совершенно очевидно. И в этом смысле, опять же, очень важно, что и здесь употребление матерной лексики, оно и есть отказ от ханжества, снятие ханжества внутри самого себя и внутри своего общения. То есть там, где ты употребляешь слова, в их прямом незначении, кроме высказывания силы, кроме откровенной руганий такого площадного бульгарного мата, существует еще употребление матерных слов в их прямом конкретном значении, когда слово это выражает именно то, что оно выражает. И действительно, как в частушке у интеллигента пеннис, только очень маленький. У меня в семье, опять же, в детстве бытовало, где дом у нас совсем не материть, но бытовало такое любимое поколожное. Всегда чувствую разницу. То есть, идет ли только разница. Тоже единственное, что вы не понимали, у Лабокова, например, есть руководительное стихотворение «Ленник». Да, да, да. Там столько и робчика чувствуется и вообще всего, и надо сказать, что оно доходит до самого финала. Но без единого слова. Хотя оно, так сказать, очень сложное с точки зрения истории. Ну да, нет, в стихотворении, ты можешь для этого обратить, легко. А непосредственно в разговоре, в последней стихе снятия, там матерные слова выглядят гораздо более простыми и менее пошлыми, чем большинство и цифровыми. Это совершенно стихотворение. А на языковой ситуации, а на языковой ситуации, русского языка. Вот, ну да. Преодавши, могу сказать, что они имеют дело. Одними женщины не так, а с другими с ними же женщины. Точно! Обратите внимание на начало реплики! Я хочу на себе рассказать. У меня вот три месяца назад произошла жуткая ситуация. Мой сын работает в той неделе. У меня семья, он как, господин, он сканировал папу, маму, педагоги, царь семьи с необычей дороги. И он улетел, и, я не знаю, он приземлился, не приземлился, что происходит час-два, как бы уже довольно-давно должен был написать, что хотел, а у меня в хорошей ситуации. Я звонил, он сбрасывает, я звонил, он сбрасывает, я звонил, он сбрасывает. Я получаю смс. Если я сбрасываю, блядь, значит, я грузку взять не могу. И это... Я даже не могу вам передать. Я, во-первых, задахнула, потому что я никогда в своей жизни не слугалась. Одно дело, там, в сердцах, кто там в автобусе там скажет тебе, да, другое дело, от собственного сына. У меня папа полковник авиации, царство местное. Мама была уверена, в 40-летнем скажем, что он не умеет лугаться на этом. Но мой муж как-то в гараже там побыл с отцом, он сказал, я такого не слышал никогда, как он умеет, да. И это нормально было. Ну, то есть, действительно, раньше в семье понятно было, что все что-то... но вот так получить смс, вот этот вопрос может начать от следующего. Я понимаю, что расширение картин мира происходит через год. Так работать у меня над этим, или что вообще с этим делать? А когда он спросил, вот скажем, такой мысленный монолог, там же нечто подобное присутствует? Однозначно. Вы знаете, мне казалось, что раньше D9 был пульс, она была в 168. Но знал он это мне слово. Это не спокойно, что лёгко. Ну, удивляет совершенно. Ну, опять, что-то другое хотел сказать. Нет, нет, я обсуждала это с Анной Евгеньевой. Анной Евгеньевой и её сын, они будут следить за такому, что она уже среди молодежи, и это нормально. Причём, они не пишут 3 буквы, видите, как пишем мы, допустим, если мы, а не пишут целиком слово. Может быть, действительно, это Д9, но не знаю оставлять. Ну, это... Я хочу сказать, может быть, я не услышала, как... Что делать? Можно я скажу? А ты подумаешь, что это не обращение, а реждометий. Всё встанет на свои места. Ну, а, блядь, невнимательное слово вообще. У протокопа Ватума... Литература вообще... Блядь, ложь по-русски. На самом деле. На самом деле. Идите, на костях вы тоже писали. Да? Да. Послодочек вообще литература. Да? Послодочек и заслуживает. Я могу только отосладко внутренних инстанций. Почему я спросил, кто про себя произносит в большинстве случаев, человек, спросил, если вообще человеческий человек, он ещё знает кто, он на себя именно это же язык износил. И потом вот совершенно верно было сказано, знаете, дело в том, что любой наш дискус, даже самый такой научно взвешенный и выленный, к сожалению, обладает в некотором периоде полураспада сроком самососификации надраковного. И ты понимаешь, в этом языке ничего уже нельзя сказать. не потому, что ты неправильно используешь его порядок слов, а потому, что он весь не замкался. И вот тут у нас есть универсальный способ с помощью обсценной лексики двух-трёх точных высказанных выражений нащупать истину и как бы что устоит, то устоит, что не устоит, то не устоит. То есть это тоже чрезвычайно важный инструмент борьбы с внутренней фальсификацией, с избывочным пафосом, с ханжеством, со всей этой ложью, безусловно, точно использованное социальное слово, и оно может быть совершенно точным критерием подлинности, вкуса и непосредственности. Желание как-то дать себе трус, найти его в другим районам, а процессы, плавного там... Всегда вам скажу, не только я за конкурность не видел, так можно сказать всегда. Но, но опять... Я не понимаю. Нет. В неравне, что я призываю настоящего человека и мне огорчиться, что я уже целиком, который покупал все и не понимает, что он мать тебе пишет. Вот тут как? Привет, я не знаю, я знаю, психологу вопросы, но вот о Лаверке Александру Капеляновичу могу сказать, что в последнее время она своя родственница Марина Куромна очень интересуется проблемой языка, который весь и залгался. нет ни одного термина в нашей современной жизни, причем это не только в России, это из рубежа, нет ни одного слова, которое мы бы употребляли выясненным его значением. и это проблема. И может быть хорошо, что именно в защите русского формата, что русский язык имеет столько слов, а не одно факт, 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 понятно, все. Да, потому что слов нет, за каждую слову кто бы ни говорил. И даже такие посеведонные люди, как писатели, они тоже не употребляют слова выясненные значения. Получается некоторый такой вот нахлёст. То есть ты читаешь одно, автор имеет другое, а слово оно изначально вообще другое, третье. И поэтому это все, это большая проблема. Это большая проблема. Ну, как бы, я не думаю, что здесь может быть на сегодняшний момент, то, что я знаю, то есть мне надо говорить с помощью нецензурных слов. Но на данный момент это так. Но на данный момент это так. Потому что только эти слова имеют свое православное значение. И употребляют свое православное значение. что не это не это не это такое Я расскажу, что я не могу сказать, что я не знаю, что я не знаю. а — Я не знаю, что там не коробок, а я не знаю, как и мужик тоже, да? — Да. — Да. — Это уже и словно. — Я не знаю, что это слово фактическую, это понимаете, да? Они все накружены черепом. — Да, совершенно верно. А череп – слово горящего, да? Значит, в тексте, в любом мотовичном, вы видите, что это слово, чтобы оно использовано так, чтобы вы с традицией, вы знаете, что в поле люди предъявили не смысл. — Да. — То есть у нас хотя бы не было никакой астракции, да? И вообще оно, сказать, новое. А потому что там эти слова обозначают, есть что-то, обозначают. — Есть что-то новое. То есть он, вообще-то, занавели новую связь. — Новую связь. — Да, так же. — Но никак они не очищают. — Ну, очищают где-то для этого? — Скоро, да. — Да, очищают. — Ну, рождаем браке в семье. — А потому что… — Да. — Чтобы вот... — Что-то вот не обладали язык, не обладали язык и я его взобудил. — У вас с вами я... Сарапа. — Нет, э, 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 ээ. — Да, мы сейчас обладали, отстаивлен немощешь три, это на этот раз, где мне тоже ждать. — Нет, ну... — Война не отходила. — Да, это точка. — Есть, конечно, фронта? — Ну, что Киеносова у нас была? — Да. Сергей Лесов, как писатель, на мой взгляд, прекрасный писатель, его отзывание. Сергей Лесов, как писатель, его отзывание. Пожалуйста. Ну, я вот так вот не слышал. А все, слушай, слушай. У меня угрома Макмонакова есть. Угрома Макмонакова есть. Я считаю, что это конспоральный, это же шаг. А вы как работаете, а вы не понимаете, что это значит. Я сейчас уже не знаю, как это относится, но, условно, конечно, никто ничего не должен. Никогда говорит, что это не должен. А как это решается? Ну, конечно, я думаю, это не надо к результату. Вот. А что касается... Я тоже думаю, что это прогресс. Макмонакова, это именно то, что ему защитить, в принципе, не нуждается, а нежели уже не дать ему Макмонакова защитить, то это уже не совсем Макмонакова. Какой-то, да, бывает Макмонакова что-то такое. Потому что Макмонакова, в принципе, можно наоборот. Макмонакова, в принципе, можно наоборот. Ну, скажу, что еще. У меня не разрешался. У меня. Не пьянется. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Не, 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 не. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok